Цегламенская библиотека номер 16 подготовила презентацию «Сказка о попе и работнике его балде» Александра Сергеевича Пушкина Идут и идут годы, а пушкинские строки бегут, как волны Сквозь время радуют нас, дарят нам силу, красоту И учат любить жизнь, любить друзей, свой народ и родную землю Сегодня мы лишь соприкоснемся с жизнью великого русского поэта Познакомимся с некоторыми страницами его биографии И узнаем историю сказки о попе и его работнике балде Александр Сергеевич Пушкин народился в 1799 году 6 июня 1799 года в Москве в дворянской помещичьей семье Пушкиных Родился мальчик, которому суждено было стать одним из величайших поэтов России Отец Сергей Львович небогатый помещик, человек образованный, хорошо знал литературу, был знаком со многими русскими писателями и сам немного писал Мать Надежда Осиповна приходилась внучкой арабу Петра I, впоследствии русскому генералу Ганнибалу Прадедушка Абрам Петрович Ганнибал, араб Петра Великого Детей в семье Пушкиных было трое Старшая Ольга, второй Александр и младший Левушка, любимец семьи Любовь к родному языку маленькому Пушкину привела бабушка Мария Алексеевна Ганнибал Превосходно говорившая и писавшая по-русски И, конечно, няня Арина Родионовна 12 лет Александр был отвезен учиться в новое, только что открывшееся 19 октября 1811 года учебное заведение Царско-сельский лицей под Петербургом, место, где располагалась летняя резиденция русских императоров Учебный год в Царско-сельском лицее продолжался 11 месяцев с 1 августа по 1 июля Лицей был закрытым заведением В течение всего периода обучения воспитанники не имели права покидать пределов Царского села Близкие друзья Пушкина по лицею Антон Антонович Дельвик Ильгельм Карлович Кюхельбекер Иван Иванович Пущин Пушкин сохранил лицейскую дружбу и культ лицея на всю жизнь Это картина Пушкин в Царском селе Картина Ильи Репина Написана в 1911 году В 1815 году Пушкин с триумфом прочел на экзамене свое стихотворение Воспоминания в Царском селе В присутствии знаменитого поэта Державина Срок пребывания в лицее закончился летом 1817 года 9 июня состоялись выпускные экзамены Лицей заменил Пушкину детство Лицей был закончен, детство прошло Началась жизнь Пушкин переехал в Петербург И поступил в коллегию иностранных дел в чине коллежского секретаря Но служба мало интересовала его Он увлекался театром, балами Стал участником разных литературных обществ Завел много знакомств Сразу после окончания лицея в 1817 году И вторично в 1819 году После тяжелой болезни Пушкин приезжал в имение матери Село Михайловское, Псковской губернии Первые годы по окончании лицея им были написаны стихотворения «Деревня», «Домовому», «К Чаадаеву», «О довольность» Поэма «Руслан и Людмила» Идеи гражданской свободы нашли отражение в стихах И в поведении юного Пушкина Пушкина надобно сослать в Сибирь Он наводнил Россию возмутительными стихами Вся молодежь наизусть их читает Таково было решение царя Александра I Хлопотами друзей вместо Сибири Пушкина сослали на юг За три года ссылки написаны «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», А также стихотворение «Узник», Песня «Вещи Малеги», Начат роман в стихах Евгений Онегин В конце июля 1824 года Ссылка в родительское имение Михайловское, Псковской губернии Утром и днем Пушкин обычно работал, А потом уезжал верхом или уходил в село Тригорское, Где жили соседи, с которыми он был хорошо знаком. А вечерами, когда за окном было вьюга, Он снова, как в детстве, слушал нянины сказки и песни. Вот как поэт писал брату в письме «Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, После обеда езжу верхом, Вечером слушаю сказки. Что за прелесть эти сказки, Каждая из них – поэма». Настоящим кладом была для Пушкина Каждая сказка его доброй и самобытно талантливой няни Арины Родионовны. «Он все с ней, коли дома», Вспоминали дворовые люди села Михайловского. Многие ее сказки Пушкин использовал впоследствии, Как сюжеты собственных сказок, стихах. Чуть более двух лет длилась ссылка в Михайловское. Она закончилась в сентябре 1826 года. Пушкин вернулся в Москву. В мае 1829 года он посватался в Москве К юной красавице Наталье Николаевне Гончаровой. 6 мая 1830 года состоялась, наконец, Помолвка Пушкина с Натальей Гончаровой. Отец выделил ему деревеньку Кистеневку, Расположенную в Нижегородской губернии. Вблизи отцовского имения села Болдино. Поэт отправился туда. Однако начавшаяся в Москве эпидемия холеры И расставленные повсюду карантины Задержали Пушкина в Болдино. С 7 сентября по 2 декабря 1830 года. «Болдинскую осень» талант Пушкина достиг полного рассвета. В это время им были созданы повести Белкина «Маленькие трагедии», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы», поэма «Домик в Коломне», «Закончен весь роман Евгений Онегин», «Повесть, история села Горюхина», «Сказка о попе и работнике его Болде», «Критические статьи», «Множество стихотворений». «Сказка» был один из любимых жанров Александра Сергеевича Пушкина. Простонародные сказки и воняне Арины Родионовны он ставил в один ряд с высокими литературными жанрами. Даже в его повестях, романах и поэмах нередко сквозят сказочные мотивы и сюжеты. Сказки Пушкина появились перед наивысшего рассвета его творчества. Они не предназначались для детей, но сразу вошли в детское чтение. Пушкинская сказка летит через леса, через моря, в облаках перед народом. С высоты ей открываются и синие море, возле которого рыбак растилает сети, и темная чаща, где играют медвежата. Пушкин писал не просто сказки, а сказки в стихах. Сказка о попе и работнике его Балде при жизни поэта не печаталась. Написана в Балдине 13 сентября 1830 года. Основой послужила русская народная сказка, записанная Пушкиным Михайловским. На первый взгляд, в отличие других сказок Пушкина, сюжет прост. Скупой и глупый поп, повстречавшись с работником Балдой, получает воздаяние за свою жадность. Существует по крайней мере три интерпретации сюжета. Это сатира, где поп-эксплуататор противопоставлен работнику Балде. Такое понимают сказки в духе классовой борьбы, популярной в советское время. Согласно этой интерпретации, успех сказки не в последнюю очередь обусловлен ее социальной природой и связью с реальной жизнью. Пассоветские исследователи предпочитают подчеркивать шутливость, юмор сказки. Пушкин соединил в одно целое фольклорный схематический персонаж скупца и созданный художником образ реального человека. В народной сказке, где герой этой функции, уничтожается поп как символ жадности, которого никто не будет жалеть. А у Пушкина еще и живой человек, которого все-таки жалко. Мастерство поэта позволило замаскировать это противоречие. Пушкин читал эту сказку летом 1831 года «Гоголю в царском селе». Гоголь писал Данилевскому, что Пушкин читал ему сказки русские народные, не то что Руслан и Людмила, но совершенно русские. И далее об этой сказке. Одна сказка даже без размера, только с рифмами, и прелесть невообразимая. Указание Гоголя без размера связано с тем, что пушкинская сказка написана акцентным стихом с парными рифмами, стилизованными под раешник. Тем не менее, наличие противоречия, по идее, означает, что сказка неудачна, но тогда необъяснима ее популярность. Ниолов предлагает свою интерпретацию для объяснения этого парадокса. По его мнению, в первой сцене у Попа нет жадности. Он всего-навсего ищет служителя не слишком дорогого. На требование совмещения профессий конюха повара и плотника выглядит неразумно. При этом Балда, который сам находит Попа и первым заговаривает с ним, оказывается еще более универсальным умельцем. И Поповна по нему печалится, и Попенок зовет его тятей. Кстати, в Нижегородской губернии, где было пушкинское село Болгина, имя Балда значило «Лесная Кривулина», «Палица», «Дубина». Всякий, кто читал сказку, понимает, что в ней это имя используется безо всякой иронии. Пушкинский Балда красив, умен, сметлив, трудолюбив. Зато его работодатель Поп не по должности жаден и вероломен. Не гонялся бы ты Поп за дешевизною. Впервые сказка была напечатана Жуковским в 1840 году. По цензурным причинам Жуковский заменил Попа на купца Кузьму Остолопа. Жил-был купец Кузьма Остолоп по прозванию Осиновый лоб. Далее всюду Поп был заменен на Кузьму. Только в 1882 году в собрании пушкинских сочинений под редакцией Ефремова сказка была напечатана по рукописи. В изданиях для народа до начала XX века она печаталась купцом Остолопом. По сказке о Попе и его работнике Балде было снято несколько мультфильмов. В сказке о Попе и о работнике его Балде 1933-1936 год рисованный мультфильм Михаила Цахановского композита Дмитрия Шостаковича. Отснятый материал фильма был утрачен при пожаре на складе лентфильма в начале Великой Отечественной войны. Сохранился лишь шестиминутный фрагмент базара. Сказка о Попе и его работнике Балде 1940 год рисованный мультфильм Пантелеймона Сазонова композитор Иосиф Ковнер Сказка о Попе и его работнике Балде 1956 год Кукольный мультфильм Анатолия Карановича композитор Николай Пейко Сказка о Попе и его работнике Балде 1973 год Рисованный мультфильм Инессы Ковалевской Композитор Анатолий Быканов Чему учат сказки Пушкина? Прежде всего, добру и пониманию, что любое зло будет наказано. В каждой сказке обличаются человеческие пороки. Наглядно показывается, к чему приводит зависть, жадность, гордыня. Александр Сергеевич Пушкин – знаменитый российский поэт, публицист, драматург, прозаик, критик. Это человек, который был талантлив во всем. Он прожил короткую, всего 37 лет, на насыщенную жизнь. Без произведений Александра Сергеевича Пушкина невозможно представить русскую литературу. Вряд ли можно найти человека, который не слышал о произведениях Евгений Онегин, Капитанская дочка, Руслан и Людмила, сказка о царе Салтане, сказка о попе и его работнике Балде. В памяти людей всегда сохранится память об этом человеке и его творчестве. Ведь душа поэта жива, пока живо его творчество. Спасибо за внимание.